всем привет рассмотрим ремонт блока питания kuguar мощностью 900 ватт золотым сертификатом который перестал включаться если его подключить к системному блоку и попытаться запустить результат остается тем же прежде всего следует разобрать блочок что собственно я и сделал как можно видеть он имеет достаточно большое количество компонентов а его вес составляет порядка 4 килограмм установленный здесь вентилятор с гидродинамическим подшипником управляется термодатчика и имеет узкие лопасти с достаточно большим на мой взгляд углом наклона по длине и ширине он составляет 140 на 140 миллиметров а максимальная скорость вращения порядка полутора тысячи оборотов в минуту следует отметить что к модульным разъемом блока подведены достаточно толстые провода чего не могу сказать про подключаемые кабели хочу заметить что компоновка элементов на плате очень плотная здесь находится 3 радиатора окрашенные в черный цвет внушительного размера катушки индуктивности два небольших хорошо заизолированных трансформатора пара электролитических конденсаторов емкостью 330 микрофарад с рабочим напряжением до 420 вольт и безусловно ряд других необходимых компонентов по краям по всей видимости находится несколько плат управления на них имеются остатки флюса которые я заметила с обратной стороны основной платы при осмотре источника питания визуальные дефекты я не обнаружил но по результатам диагностики смд компонентов в попытке решить проблему были заменены указанные элементы затем очищаю плату от остатков флюса зубной щеткой смоченной изопропиловым спиртом после чего собираю блочок обратно в отличие от обычных источников здесь немного больше винтиков в остальном все также собрав проверю его с помощью китайского тестера подаю питание и в итоге он не включился попробую запитать от него системник и посмотрим что из этого выйдет нажимаю клавишу включения и как видим питание пошло в результате чего компьютер начал загружаться полагаю что тестер не дает нужной нагрузки и поэтому запуск с него не произошел что касается выдаваемого напряжения то по 12 вольтом она находится в норме по 5 также а вот по 3,3 близко к пороговому значению еще один момент который остался это оплавленный контакту модульного разъема куда невозможно подключить кабель с помощью иголки попробую его вычистить от находящихся в нем включений спустя пять минут он стал выглядеть данным образом теперь попробую подключить к нему шину питания как можем видеть все в порядке на этом у меня все желаю вам крепкого коннекта и стабильной сети